Аэроиндия 2015 Аэроиндия, 2015 Автор Юрий Авдеев, Красная Звезда 18 февраля 2015 года 18.41 на авиабазе, расположенной в пригороде индийского города Бангалор, проходит 10-й Международный аэрокосмический салон Аэроиндия, 2015 Россия – традиционный крупнейший участник этого масштабного форума Наша экспозиция построена с учетом наиболее перспективных направлений дальнейшего развития российско-индийского военно-технического сотрудничества В настоящее время Россия и Индия активно работают над новыми проектами в авиационной сфере, к которым относится в первую очередь программа создания двухместного перспективного многофункционального истребителя 5th Generation Fighter Aircraft, FGFA Истребитель FGFA разрабатывается на базе российского ПАК-ФА в соответствии с предъявленными индийской стороной техническими требованиями В развитии программы предусмотрены проектирование и разработка двухместного варианта самолета и интеграция передового двигателя с увеличенной тягой Предполагается сотрудничество в области совместного маркетинга комплекса в третьей страны, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук Подписание контракта на опытно-конструкторские работы ожидается в этом году Программы FGFA предусмотрены проектирование и разработка истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высокоинтегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы Зенитный ракетный комплекс Тур-М2ЭО участвует в индийском тендере на поставку 52 комплекса в ПВО Индийские военные предпочитают боевые самолеты с двумя членами экипажа, однако доработка конструкции ПАК-ФА под двухместную версию требует дополнительных существенных расходов Видимо, поэтому индийская сторона на первом этапе столь скрупулезно и неспешно выверяет каждый свой шаг Есть и другие авиационные сегменты, которым уделяют особое внимание индийские военные В частности, представители ВВС Индии и Объединенные приборы строительной корпорации на выставке Аэро Индия 2015 обсудят возможность модернизации оборудования связи на истребителях Су-30МКИ, а также вопросы оснащения комплексами связи разрабатываемых российско-индийских самолетов по программам ФГФА и МТА Многоцелевой транспортный самолет Интерес индийских партнеров вызывали несколько образцов российской техники производства НПП-полет Первую очередь это комплекс авиационной связи С-112, обеспечивающий новый уровень оперативности передачи данных Другое изделие, которое также демонстрируется на выставке, минус это наземный комплекс НКВС-27 для многоканальной речевой связи и информационного обмена между командными пунктами и самолетами тактической авиации Также на выставке представлен бортовой комплекс связи С-404 с интегрированной антенной системой, предназначенной для вертолета К-62 и других типов гражданских летательных аппаратов Не менее активно российские оружейники действуют и в сегменте противовоздушной обороны Концерн ПВО «Алмаз-Анте» демонстрирует на выставке модели свыше 20 наименований продукции Наибольший интерес у посетителей выставки вызвал зенитный ракетный комплекс ТУРМ-2Э, который участвует в индийском тендере на поставку 52 комплекса в ПВО На выставке он представлен макетами в двух модификациях гусеничной и в модульном исполнении Концерн демонстрирует индийским партнерам и другие системы ПВО У российской стороны есть, что предложить индийским партнерам В частности, в ходе учения «Авиа-Индра-2014» зенитные ракетные системы и комплекса С-400, С-300ПМ и БУК М-1 заинтересовали руководство индийских ВВС и ПВО Отметил заместитель генерального директора концерна ПВО «Алмаз-Анти» Вячеслав Дзиркал Прочитано 72 раз